Алло, здравствуйте, слышно меня? Здравствуйте, да, слышно, да. Значит, меня зовут Полина Жеребцова, я родилась в городе Грозном, прожила там все годы войны, вот с 1994 по 2005 год вела дневники. И я в последнее время увидела такую тенденцию, что некоторые люди появились, а оказались лжесвидетелями, то есть войну их там не было. Они были в Дагестане, в Москве, в Питере и так далее. Они выехали, вывезли детей и ни одного дня там не были. Поэтому мне очень-очень интересно говорить с реальными грозненцами. Зовут меня Павел Мурзаханов, фамилия. Я родился в 73-м году в Грозном, ну что сказать, до 2001 года мы там прожили. У меня проблема с ногами, вот так вот с проблемой с ногами я пережил войну, свою войну, но пережил как бы, да. До 2001 года мы там находились, после чего переехали в Израиль. В Израиле живем сейчас, Израиль, а я с вами разговариваю. Город Кириат-Гад, юг Израиля. О, привет Израилю из Финляндии, а я живу в Финляндии. Спасибо, спасибо. В Финляндии тоже привет от нас. Да, благодарим, Киитас. У нас спасибо так звучит. Понятно. В городе Грозном, где вы проживали? Родился я на улице Московская. Это центр города, это еврейская свободка называлась. Там жили скомканно горские евреи. Ну, как сказать скомканно. Ну, жили горские евреи. Это знаете, да, что такое горские евреи? Конечно. Евреи делятся на горских и делятся на европейских. Ну, вот горские евреи. У меня папа горский еврей. Фамилия у меня горско-еврейская, также татарская. Татары Мурзахановы есть. Я к татарам отношения не имею, просто такое совпадение. Мама у меня украинка из Молдавии. Анна Васильевна, она умерла в 99-м году, похоронена в Северной Осетии, в Моздоке. Ну, светлая память. Спасибо. Так тяжело, конечно, это все вспоминать. У меня брат погиб там тоже. Вот мы с матерью уехали в Моздок, чтобы пересидеть. Там она в Моздоке у родственников умирает. Мы возвращаемся в Грозный. Нас таксист боялся везти. Вы куда едете? Это как раз был 99-й год, когда вторая кампания началась. Мы доехали. И потом брат мой погибает в январе 2000 года. Брат по матери у нас с мамой. Он у меня старше был на 18 лет. Все это очень-очень тяжело. Я бы попросила вас вернуться для начала в Советский Грозный и вспомнить свое детство и свою юность. Где вы бывали в Чечне? С кем дружили? Дружили ли с войнахами и душами чеченцами, армянами и русскими? Ну, конечно, дружил. Дружил бок о бок, с чеченцами прожил. Армянов я там не знал. Я знаю, что на Бароновке они там жили, конечно, но я с ними не знал я армян. Я знал мало русских. В основном вокруг меня были чеченцы и горские евреи. Это Московская улица известная. Проспект Ленина, и она параллельно Проспекту Ленина идет через пару улиц. Интернациональная, Шарипова, а потом Московская. Это улица, которая как раз примыкает к Сунжи. У меня через мост был парк Кирова. Конечно, я там бывал. Но в меру своих возможностей, я вам еще раз говорю, у меня ноги, как бы, да, проблема с ногами. По мере возможностей я бывал. В школу, например, я учился в 13-й школе. Может, вы слышали? Да, да, да. Вот средняя школа номер 13. Я проучился все годы абсолютно в А-классе, в одном классе. Никогда не переходил. И я в школу добирался на велосипеде, не крутя сам педали. Меня просто катили. Мама катила, а одноклассники привозили обратно. У вас это врожденное, то, что вы не могли хорошо ходить? Это последствия полиомелита, как бы. Я не знаю, это последствия прививки от него или от самого. В общем, я не знаю. У меня ноги, я на костылях хожу, а сейчас я просто иногда пользуюсь коляской, когда куда-то далеко надо. Так, есть машина. Если я куда-то еду и идти мне в поликлинику, то я уже раньше ходил на костылях, заходил. У меня потом страхи появились. Но это к ногам не имеет отношения, страхи, что я пойду, я уже пользуюсь так. Машину запихиваем, коляску, и если же куда-то надо. Понятно. Но в юности, наверное, эти проблемы были не так замечаемы, хотя все равно ребенок, подросток это ощущает, разумеется. Всегда, ну да, всегда со мной у меня были соседские пацаны дома, у меня всегда были там какие-то, мне покупались игрушки, модельки, эти машины, все такое, в общем. Сейчас мне 48 лет, 49-й год в декабре будет. Вы не думали написать воспоминания? Вот что вы помните? Ой, ну я если думал об этом, то только так в шутку. Это же все в кучу как бы. Первая война, как я написал, это было одно совсем. Вторая была война, другой уже, ваххабизм вот это вот. Как раз в августе вот 96-го, я не знаю сколько вам лет, как вы помните, не помните, в боевики вошли 6-го августа. Вот я прямо по числам помню многие вещи. Вы вот смотрите, мне на момент начала Первой Чеченской войны 9 лет. Вам сколько в 94-м? Ну вы где-то на 10 лет меня молот. В 94-м мне 21. То есть вы уже взрослый парень. Вот как для вас начинается Чеченская война? Вы вообще верите, что она начнется? У нас все надеялись, соседи, что нет. Были вот эти вот, по телевизору, ну, передавали ультиматум, если не сдадите оружие. Я лежал на диване, я до последнего не верил, и начал самолет бомбить. Я с этого дивана упал, я помню. Это мы жили уже не на Московской, а пару улиц дальше, ближе к Чигу, к Чеченнгушский университет, если вы знаете. Да, я там рядом училась, в педагогическом институте. Ну вот и меня бросают в эту тачку, которая вот тачка строительная. И вот от того места до бомбоубежища меня докатили. Вы знаете, да, что там, где скверик Толстого, там под низом этот самый бомбоубежище. Я слышала, но я сама там не бывала. Расскажите, пожалуйста, про это бомбоубежище. Как оно было устроено? Было ли там безопасно, страшно? Как вы добывали еду? Было безопасно. Мы там 2-3 месяца просидели. До марта, в марте нам дали жилье. Это настоящее бомбоубежище, построенное в 40-х годах. С вот этой системой вентиляции, там, крутил ее, крутили, крутили, она воздух очищала. Потом в эту систему вентиляции попал снаряд, она перестала работать. Было страшно, конечно. А что вы ели? Как вы питались? У нас было очень голодно, и мы у себя принимали беженцев. В однокомнатной квартире, ну, с нишей, второй комнатой без окна, у нас было 11 беженцев-соседей, кроме нас. А что за беженцы? У вас не было войны там, где вы находились? Конечно, была. Просто они с третьего этажа прибежали. У них попали снаряды, а мы были на первом. Мы ни в какое бомбоубежище не ходили. Ну, ясно. Ну, у вас, значит, меньше было. У нас этот центр Грозного, это же прям вот центр там бомбы. Там вот эту улицу две недели бои были. Потом в феврале к нам подошли боевики. Как еду добывали? По-разному. Я не помню, как на минутке базарчик работал, у кого были деньги, ходили. Боевики давали. Потом боевик пришел в один день и говорит, мы уходим, завтра придут русские. И на завтра, на послезавтра, три дня подряд нас федералы выводили всегда, и разные всегда были. Выводили на улицу и проверяли. Ну, чеченские боевики, значит, вас подкармливали. Правильно я понимаю? Ну, да, можно так сказать, да, да, да. А российские? Откармливали там. Тоже, тоже стали там, так, девки, бабы, когда знали, что придут российские, накрасились там, намазюкались. А им эти же российские сказали, вы не мазючьтесь, вы лучше грязью морды намажьте, чтобы не привлекать к себе внимание. Вот так вот. То есть российские военные тоже оказались неплохими людьми в вашем районе? Не знаю. Но они расстреливали, были зачистки, или лично к вам неплохо относились? Нет, при мне не было такого. Был один случай, когда на третий или на второй день, я сейчас не помню, это 95-й год, там у нас был один парень, Карен его звали, Карен, армянин, у него мама русская была, как сейчас помню Таня. Короче, туда бомбубежцы с этих районов прилегающих собрались. Мы даже до этого не знали друг друга, понимаете. И вот он куда-то ушел утром, а когда федералы нас вытащили, мы все стоим на улице, это февраль, такая погода нехорошая. И мы видим, что он сдалека идет, и его шатает. Пьяный он, короче. И он начал сдалека выступать. Да вы их не сломали, короче, гнать на федералов, на российских. В общем, они его побили, да. Ну, как побили, чтобы он успокоился. Прикладом дали пару раз, чтобы он успокоился. Он начал, да я тоже служил в армии, тра-та-та, туда-сюда. Еще вот у вас хотелось спросить. У нас всегда говорили чеченские боевики, и сами боевики про себя всегда так говорили. У вас как-то по-другому их называли или нет? Как называли? Боевиками называли? Да, да. Просто сейчас в виртуальном Эчкерленде, в виртуальной Эчкерии, есть группировки через 30 лет, которые борются за виртуальный трон. Вы знаете, если бы я не столкнулась, я бы не поверила и долго смеялась. И вот теперь они говорят, что так говорить нельзя. Да, чеченские боевики говорить нельзя. Надо там им какое-то другое название давать. Но на моей памяти мы никогда по-другому не говорили. Да, но говорили боевики между собой, но не при них же. А так они муджахеды называли себя. Это уже ближе ко второй войне. Хотела спросить про национальный состав. Вот вы когда были в бомбоубежище, там примерно сколько было людей? Ну вот как помните, 100, 200, 500, 30? Не, 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 не столько много. Ну, 40, 50 пусть будет где-то так. Русские, армяне были, разные были, чеченцы были. Вот скажите, примерно в процентном отношении, чеченцев было ведь немного. Многие вывезли детей и женщин из столицы, зная, что... Уехали, уехали, да, многие уехали. Многие уехали, мало было чеченцев, да. То есть в основном под бомбами были русские, армяне и другие народы? Да, 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 именно так, да. Больше всего, да. Больше всего русских, да, процентов 90. А какое, вы помните, отношение людей, поскольку большинство-то было русских, все-таки под бомбами в Грозном, вот их отношение к Джохару Дудаеву. Вот самое, что странное, у нас люди к нему хорошо относились, как к советскому генералу, он нравился как оратор, и люди как-то ему верили. Вот отношение окружающих вас? Не знаю, я не скажу так, я не знаю. Я не думаю, что хорошо относились. Так, так себе, постольку, постольку. Понятно. Я даже не знаю, я даже не знаю, как ответить на это. Да, не хотите и не отвечайте, я человек нейтральный. Нет, я не знаю, как, я не знаю, как ответить. Ну, одни ругали, другие хвалили. Ругали, ругали, скорее всего, ругали. Ругали, так, ясно. А, значит, ругали. А вот ваше отношение к тому, что у нас, вот в поздний след тоже, это все они проворачивают сейчас, рассказывают. Ну, вот идея с независимостью. Вот я человек нейтральный, я вообще не занимаю военные стороны. Никакие. Мои герои – это мирные жители. Вот все мирные жители, попавшие под бомбы, мои герои. Если они скажут, что любят Дудаева, любят Хаттаба, я их выслушаю и пойму. Если они скажут, что терпеть их не могут и хотят жить в демократической стране, а не где казни и пытки, я их пойму и приму, и они мои братья и сестры, потому что это мирные люди, они герои, они пережили такой ад. А военные поскольку-поскольку, потому что у них есть оружие, и они хоть как-то себя защищают. И вот поэтому я интересуюсь мнением обычного мирного человека, тем более человека, который, к сожалению, вот не мог бегать, прыгать, плавать, убежать из этого ада и попал в такие жернова. Вот были еще такие у Дудаева, значит, что у нас независимость. В нашем районе шутили, что она наступила от пенсии, зарплат и нормальной жизни. Ну да, так и получается, да, так и было. Я вот помню случай, когда женщину и молодого парня, они любовники были, что-то такое, их расстреляли, по-моему, парень живой остался, вроде как говорят. Так мой знакомый пошел смотреть, потом рассказывал, весь в шоке был. Пришел ко мне, рассказывал, чеченец парень, ну, друг мой. Он сам в шоке находился от увиденного. У нас радио было в Грозном, так он на радио работал. И вот мы с ним дружили, он мне пришел, рассказывал. Про казнь. Да. Ой, давно это было все. Больше 20 лет, 25 лет прошло где-то уже. Вот. А вы помните, как у нас началась исламизация? В том смысле, что вот из советского Грозного, где очень много русских проживало, армян и так далее, постепенно, постепенно, к 99-му году люди стали более восточный уклад. Ну, ближе к Афганистану. Самое интересное, что книжки по ваххабизму были отпечатаны в Москве. Это меня особенно... Офигеть. Офигеть. Прямо все книжки по ваххабизму, розовые, голубые, с зелеными обложками, нам в школе раздавали. И что там написано было, что там писалось? Что в 9 лет замуж надо выдавать, приводились какие-то хадисы, что женщина должна полностью быть закрытой, что на сердце у мусульманина написано имя Аллаха, все остальные неверные, всех надо остальных, значит, ну, очищать свою землю. Ну, и как вы это в себя впитывали? Так мне было 13-14 лет, я читала, я вообще читать люблю. Ну, это уже взрослый возраст, это уже не 9 лет. И впитывалось это, как бы верилось в это или что? Да, верилось, конечно, потому что русский язык раз в полгода в школе, одну учительницу убили, другую зарезали, английского нет, математики нет. И вот, значит, у нас... Это все в период с 96-го по 99-й, да? Да, у нас же начались погромы по району, людей вышвыривали из квартир, забирали документы, некоторых, к сожалению, убили, зарезали, с детьми-стариками никто их не щадил. Вот какие-то бандиты, которые развернулись на национально-освободительных лозунгах. И, конечно, дети стремились, подростки, к религии, потому что был очень страшный мир. Я сразу стала изучать, значит, кто у меня в предках. Выяснилось, что у меня иудеи, христиане, мусульмане. Да, у меня бабушка польская еврейка по отцу. А потом, затем, у нас стали по району убивать русских людей. Вот это появилось выражение «гаски хак», то есть русская свинья. Кидали камни в детей на улице. Какие-то очень ознобленные дети, люди. Я такого не видел у нас, у нас не было прям такого. У нас вот было именно такое, именно вот озверевшие. Приходили убивать вдову с ребенком, люди Шамиля Басаева. То есть вот такое творилось. А почему вы не уехали? Почему вы не уехали? Некуда было ехать, квартиру хотели продать, никто не покупал. Говорили, все так, достанется, останется. Никто не покупал после первой войны. И либо были погромы, люди бежали, либо они уезжали, если у них были родственники. А у нас не было родственников, и денег не было у нас уехать. И вот мы никуда не могли уехать. И другие соседи тоже. И поэтому мир был очень страшный. И единственное утешение, конечно, это вера в Бога, религия. И очень многие люди как раз повернулись на этом ваххабизме, на этом воинственной течении религии. Мы, наверное, не повернулись, например. Как бы нет, ничего такого не было. Старались жить обычно, как бы. Уже мы жили в общаге. Это микрорайон. Первый микрорайон, где пожарка, там рядом. Ну, мы не жили прям так вот, чтобы... Ну, вы тоже не уезжали? Не уезжали из такого непростого мира? Ну, мы не могли уехать, да. Не могли уехать. Ну, мой отец сначала не захотел. Мы остались. Ну, вот досиделись до такого времени. Как сказать, я даже не знаю. Вот так вот. А в 2001 году нас все-таки вывезли оттуда. Ну, вторая война была очень страшная. Очень страшная. У нас просто камня на камне не осталось. То есть, у нас этажи попадали на нас. Ужас. 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 Но у вас конфликтов не было, чтобы вам там говорили, что вас надо зарезать, врывались. По соседству такое было. Вот просто какие-то озлобленные люди. Всякие были. Мы же жили в общежитии уже. Мы в общагу переселились всей гурьбой с этого бомбоубежища. Также появились другие люди там какие-то. Ну, всякое было, разное. Ну, были бои, но у вас была еда. У нас, например, около трех месяцев не было вообще никаких запасов, никакой еды. С едой, конечно, проблемы были. Откуда проблемы были? Как-то вот добывалось, я не знаю даже, как сказать сейчас. Как-то добывалась еда. А воду откуда вы брали? Мы снег топили. Нет, воду там были качалки, вот эти вот с качалок. Снег нет, мы не топим. Снег же не будет круглый год. А летом как снег взять? Где взять снег? Там качалки были, вот эти вот, насосы всякие. Ну, мы зимой, конечно, топили. Летом лазили на трубы. У нас речка Нефтянка была в нашем районе. И там были снайпера, они стреляли по людям. И все равно люди рисковали и лазили, и набирали с этих труб. Там трубы были. Я один раз засиделся вечером, сижу на стуле. А вдалеке напротив, в девятиэтажке у нас, это длинное расстояние очень. У меня стрельнул снайпер над головой, несколько сантиметров, кирпич посыпался на меня. И я сразу оттуда смылся. У меня стрелял снайпер. Вот, снайпера развлекались таким образом. Они развлекались таким образом, да. В любом случае, я могу сказать, что у меня стрелял снайпер. Это не очень, как сказать, приятная вещь. Вот такие дела. Примерно вот, что я смог рассказать. Это по пунктам надо отдельно, как бы уже. Но вы рады, что живете в Израиле? Ну, конечно. У меня родственники тут до этого уже находились. А мы сразу не уехали. Ну, как рад. Ой, я хотела еще спросить. А кто вас в 2001 году вывез? Это Красный Крест или какая-то организация? Нет, это... В общем, есть такая сахнутая организация еврейская в России. Она послала двух осетинов. Нас вывезли два осетина из Осетии. Алан и Аслан. На своей машине, машина одного из них была. На обычной легковой машине они приехали в Чечню, в Грозный. Нашли нас, погрузили в свою легковую машину. Это обычная легковушка Пежо. Да, ну, французская машинка. Как Жигули размером, может, как Волга. Вот в такой машине они нас вывезли. И мы ехали через Ингушетию. На ингушском посту нас остановили. Их долго там что-то мутузили. Мы сидели в машине втроем. Ну, в итоге они отпустили. И мы вот таким макаром приехали аж до Пятигорска своим ходом на машине. То есть вас спасла еврейская организация оттуда? Ну, как бы, да, нами занимались. Мы еще три недели в Пятигорске пробыли, потому что на первый рейс самолета опоздали. Находились три недели в Пятигорске. А ваш отец, он уроженец города Грозного? Он тоже там родился? Да, да, да. А в каком году? Он родился в тридцать первом. 1931 год. Ему девяносто один год будет в октябре в этом году. Да, здоровье ему. Такой возраст. Такой возраст. Да, он уже не ходит. Он уже лежит, сидит, сидит, лежит. Все. А вот в советском Грозном он кем работал? Вы можете вспомнить специальность отца? Он работал токарем. Слесарем, сантехником. Работал на заводах, в заводском районе, на разных местах. Точил детали для грузовых машин. Потом работал слесарем, сантехником. Конечно, я помню. Рабочий человек был. Рабочей профессией. Да, понятно. Трудовая семья. Трудились, жили. И потом война. Понятно. Очень тоже непросто. Непросто. Много пережили. Да. Здоровья вам. Всего самого хорошего. Спасибо. Спасибо вам тоже. Спасибо. Спасибо вам тоже. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok